Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы возвращаемся к Zoom и посмотрим наконец, что же есть в этой программе особенного. Почему она мне, например, так полюбилась? Хотя особенным это не назовешь. Тут просто все под рукой и есть все, что нужно. С самой конференции мы уже разобрались. В предыдущем видео я рассказывал, как подключаться и так далее. Но пообщаться можно и в WhatsApp. Хотя тут, конечно, и качество звука и качество видео получше. Просто здесь темно сейчас и у меня камера слабая на ноуте. Сейчас я отключу видео. Это вид со второго компьютера, как будто это второй участник. Тут сейчас два Вова Ломовых. Ну один из них я, а второй как бы сидит сбоку и снимает тоже меня. Вот его камеру я как организатор могу отключить. Более того, я могу заблокировать его микрофон. Сейчас отключим видео. Что я еще могу сделать? Попросить включить обратное видео. Сам, кстати, не могу. Это логично. Могу сделать его организатором. Разрешить запись. Но об этом позже. Или вообще могу удалить. То есть что это такое? Это полные бразды правления в руках организатора. А значит конференции это не просто поговорить, а полноценный инструмент для проведения, например, вебинаров. Что нужно для проведения вебинара? Возможность подключения какого-то количества участников. Здесь их до сотни даже на бесплатном тарифе. Возможность демонстрировать различные программы, приложения. Пожалуйста. Демонстрация. Выбор из всех запущенных программ. А вот презентация. Подготовил заранее. Очень важная. Показал. Достаточно. Теперь переходим, собственно, к сути вебинара. Сегодня мы обучаемся работе в DaVinci со звуком. Конкретно поговорим о компрессии. Кстати, действительно, рано или поздно мы о ней поговорим. Буду делать скринкаст. Поговорили, и более того, нужно подчеркнуть какие-то моменты. Хорошо. Мышку к верхней границе экрана. Выбираем комментировать. Кстати, эти рабочие окна не видны другим участникам. Так. Ой, это не то. Удалим. А, это в рисовать. Вот, различные формы. Вот об этом мы сегодня и говорим. Говорю я участникам. И даже еще на всякий случай продублирую текстом. Ну и тут, в общем, несложно разобраться. Можно рисовать, писать, ставить всякие галочки, стрелочки. Наверное, это не то, чтобы уж очень нужно, но когда это есть, применение всегда можно найти. А вот если нет, может ощущаться нехватка. Или можно сразу запустить белый лист. Табула раса. И уже приступать к каким-то графическим экзерсисам. Это для тех, кто любит визуализировать процессы. Вообще, как происходит обсуждение каких-то проектов в организациях. Все сидят, выдвигают тезисы. Кто-то стоит у флипчарта, зарисовывает это. Потом все перефотографируют доску. Обсуждение прошло успешно. Все довольны. Что происходит здесь? То же самое. Просто люди при этом могут находиться не только в разных городах, но и в разных странах. И фотографировать ничего не нужно. Доска сохраняется в один клик. Что еще? Ну понятно, есть чат, об этом я уже говорил. И ах да. Можно сохранить не только доску, но и все обсуждение. Сейчас включу камеру на втором компьютере. Тут кстати меняется представление экрана. Итак, нажимаем запись. Запись пошла. Все. Никаких дополнительных действий, танцев с бубнами. Все просто записывается. Записывать может только организатор или тот, кому он разрешит, что тоже логично. И после окончания конференции запись будет доступна для скачивания. Или в случае с платными тарифами для хранения на облаке. Но мы сохраним на компьютере. Собственно, вот такая штука. И это не только конференции. Это фактически платформа для проведения вебинаров. Стоить такое может до 10 тысяч рублей в месяц. Здесь бесплатно. Но с ограничением 40 минут. Ну или 15 долларов в месяц. А по программе тепло-диджитал для НКО еще и со скидкой практически в 50%. Ссылка на тепло-диджитал в описании к видео. Не знаю, как поется в одной песне. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Вот и с Zoom также. Вроде бы ничего особенного в нем нет и при этом все есть. А у других не так. Все любите друг друга. Не забывайте, что Космическую Одиссею 2001 Кубрик снял в 68 году. И там уже были видеоконференции. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. И пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.